Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о одежде, которую я планирую носить нашей осенью, осенью в Сиднее. У нас осень совсем не холодная, она у нас очень такая приятная, солнечная, такой, ну, очень комфортный климат стоит, наверное, как ваша весна, когда она вот уже вступает в такую, в свою пору, самую-самую насыщенную. И я вам покажу то, что я планирую носить, что-то из новинок, что-то из старой моей одежды, которую я ношу из сезона в сезон, которая мне нравится, которая мне не надоедает. Не будет никаких трендов, к черту тренда, я не люблю слово тренда, это просто вот мое... У меня прям, ну, мне плохо становится это слово тренд, я не знаю. Я не люблю вот это понятие, в этом сезоне трендовая вещь, вот это, или там в этом сезоне модно вот такой-то тренд. Ну, что это такое, зачем это нужно? Я ношу, и вы носите, если хотите, именно то, что вам нравится, то, что вам идет, в чем вы чувствуете себя классно. Если это какой-нибудь, ну, не знаю, леопардовый принт, который уже давно не в тренде, да, господи, да нафиг надо эти тренды, если вам нравятся, господи, почему нет? Я не боюсь казаться смешной, я не боюсь казаться немодной, может быть, для кого-то, я не боюсь казаться какой-то немножко странной в том, как я одеваюсь. Я всегда была такой, я всегда носила странные вещи, непонятные вещи. Ну, конечно, у меня много таких красивых вещей на выход и так далее, но слово «тренд» никогда-никогда-никогда у меня не вызывало какой-то вот дрожи моих конечностей, чтобы прям вот следовать этим трендам и так далее, и так далее. Такое лирическое отступление просто, ну, на злобу дня. И давайте начнем. Первую вещь я вам хочу показать, она у меня появилась недавно, это пальто от австралийского дизайна, дизайнера Акира Исагава. Сейчас я вам его одену. Вот такое пальто просто потрясающего цвета, это такой бэби пинг такой, ну, он великолепный этот цвет с загаром, он смотрится просто восхитительно. Это супер оверсайз, то есть, ну, сами понимаете, если бы это был размер, то плечи где-то были бы здесь, но это такая фишка. Я обожаю безразмерные вещи, я могу одеть мешок с картошкой, если он будет на мне хорошо сидеть, если это мне будет нравиться. Вот такое пальто, внутри здесь хлопок, оно достаточно длинное, где-то до середины икры, наверное, вам будет не видно, но оно великолепное, оно прекрасное, оно очень свободное, оно комфортное, оно шикарное, но, на мой взгляд, это вот такая вещь шикарная, то есть я могу одеть ее, наверное, с кроссовками и взять какую-нибудь такую потрепанную маленькую сумку-мешочек, а могу одеть какой-нибудь классный высокий-высокий шпилька-каблук, какое-нибудь такое платье маленькое под низ, сексуальное, коротенькое, то есть все будет прикрываться, ничего не будет видно, и какой-нибудь маленький такой клатч, и все, и пойти куда-нибудь пить шампанское, ну, грубо говоря. Я обожаю такие вещи, обожаю такой намек на мужские вещи, да даже не намек, я люблю мужские вещи. Когда я училась в школе, наверное, в классе седьмом, я два сезона подряд, может быть, даже три, пока это не испортилась просто вещь, да, дыр, я носила папина пальто, я носила папина пальто, я просто балдела. Вот мне не нужны были какие-то рюши и так далее, и девичьи пуховики розовых цветов, голубых, я носила черное драповое пальто моего папы, и носила его кожаную куртку. У него была такая кожаная куртка черная, они привезли с мамой, когда были в Прибалтике, они привезли себе кожаные такие жакеты. Вот мамин мне не нравился, у мамы был такой коричневый, приталенный, ну такой. Ну, я помню, очень классная была кожа, а у папы был черный, он уже весь так потерся и вытянулся прям вот по его плечам, по его рукам, я его носила, и это было, это был кайф, это было очень, ну, мне нравилось. Мне нравилось, не знаю, как там, кому нравилось или не нравилось, ну, маме нравилось, папе нравилось, ну, как-то, да, было круто. И вот это вот пальто мне напоминает о той поре, когда я носила папины вещи. Я достала вот мою сумку, я ее показывала в сумках, это такая космическая сумка, моя любимая, я просто хочу носить ее вот с этим пальто, потому что, ну, сочетание цветов просто какое-то космическое, опять-таки. Вот так я буду ходить с этой сумкой в этом пальто. Покажу обувь. У меня появилась обувь. Это пара рибок, и делали для рибок дизайнеры из витаминс. Это такие кроссовки, я их заказала онлайн, их нельзя купить в сене. Дизайнеры витаминс, они, конечно, делают такие, ну, гоп-стоп, фишка у них, мода 90-х и так далее. Кому интересно, просто, ну, забейте витаминс, я оставлю ссылку на эти кроссовки. Это вот такие кроссовки, вот с такими смайликами. У них очень крутая подошва, прям, ну, высокая, то есть, она поднимает вас над землей, очень удобные здесь. Ну, красивые, красивые кроссовки, дико легкие. И фишка в том, что, когда вы их одеваете на ногу, вы нажимаете вот на этот смайлик, и ваш кроссовок, он поддувается изнутри, и, ну, то есть, нога вот просто как на перине вы идёте. Это очень, это очень круто. Я когда ходила в этих кроссовках недавно, мы гуляли с мамой, а молодой человек в магазине, такой высокий-высокий, он говорит, о, у меня были такие кроссовки, это рибок? Я говорю, да. Он говорит, я когда играл в баскетбол, вот у меня были такие кроссовки, и тоже там были вот эти штуки. Поэтому, видимо, они взяли вот эту старую модель и так её немножечко усовершенствовали. Ну, в общем, крутые кроссовки, мне нравятся. Дальше, ещё одно пальто. Вот такое красное пальто, я обожаю красный цвет. Это просто моя отдушина. Я могу, конечно, зависнуть долго на чёрном цвете, долго носить всё чёрное, это удобно, это как-то, ну, не забивает тебе мозг, ты просыпаешься, одеваешь всё чёрное и идёшь. Ну, и чувствуешь себя так стильно, да. Вот в поездке я собираю чемодан, беру в основном чёрные вещи. Но также, конечно, красный цвет, это супер. Это такой хлопковый плащ, как называют у нас пыльник. Моя мама сказала пыльник. У него шикарный рукав. Он такой широкий. И здесь на такой красивой пуговике. Ну, вы можете эту пуговицу unbutton, ну, расстегнуть, и будет просто такой широкий рукав. Здесь очень красивые такие белые окантовки, всё прошито. Ну, классное, классное пальто. Оно всё на пуговицах вот так, вы можете его закрыть. Здесь у нас поясок. Я хожу вот так в нём. Вот так делаю пояс. Завязываю, немножко вот так спускаю. Иду. Оно очень удобное. Вот с белыми кроссовками я ходила. Если кто-то подписан на мой инстаграм, наверное, видите. Вот такое пальто. У него также есть капюшон. Вот такой капюшон. Ну, вдруг будет дождь. Вот такое классное пальто. Это фирма August. Она очень... Как вам сказать-то? Их сложно найти. То есть они нам присылают сэмплы их вещей. У них, по-моему, ещё даже нет веб-сайта. Я вам покажу, как выглядит название. August. Вот так. Как только у них появятся ссылки, там на это я вам сразу вышлю. Потому что у меня много их вещей. Они, конечно, делают потрясающие вещи. Следующее. Следующее я вам сейчас покажу. Два платья. Одно сразу одену. Вот такое платье. Это первое. В него, конечно, влезать очень сложно. И такое же розовое. Розовое вы видели у меня, наверное, в видео. Знаете, это безымянные платья. Я их привезла, честно говоря, из Китая, когда мы были в Гонконге. Они очень крутые. Они очень круто сидят. Они... Они платья-вафли, я их зову. Посмотрите, какая у них классная ткань. Они утягивают, что нужно утянуть. И вытягивают, что не нужно утянуть. А вот такое платье. Оно достаточно короткое. Видите, вот тут. Раскрешённая такая юбочка. Три четверти рукав. Я люблю такие платья. Чёрное я буду носить с колготами. Розовое я пару раз одевала без колготок, пока у меня загорелые ноги. А, конечно, с белыми ногами оно такое слишком, слишком розовое. Так что вот такое платье. Буду носить его зимой с колготками, с меховым жилетиком. Ну, как-то, думаю, пойдёт. И следующее платье я вам сразу одену и покажу. Вот такое платье красное опять в народном стиле. Здесь такой красивый рукав. Кто подписан на мой инстаграм, наверное, видели меня в этом платье. Я в нём с удовольствием хожу. Оно удобное. Оно из натуральной ткани. А вышивка здесь не вот тебе прям украинская. Она такая больше, ну, какая-то кельтская, может быть, скандинавская. Прикольное. Прикольное платье тоже. Оно перейдёт плавно у меня в зиму с колготами. Оно довольно длинное. Где-то до середины икры. В общем, такое платье я буду с удовольствием носить. И дальше я вам покажу жакет и ещё пару вещей. И вот такой джинсовый жакет. Сейчас я его одеваю. Он весь вышит. Ну, не весь, по верху. Очень красивая вышивка, красивые цветочки. Такие все. Ну, кайфушечки, короче. Вот такой жакет буду носить. Я особо не люблю джинсовые вещи. Ну, тут так красиво оно потёрто. И вышивка, цветы. И я, конечно, падка на всё. Блестящее, на всё такое вышитое, на всё золотое и так далее. Вот такой жакет. Такой жакет. Сейчас я пока в этом жакете покажу вам вот такую сумочку. Мне её давно, кстати, подарили друзья. Я вам просто её не показывала. Марка называется Mon Pearls. Вот так выглядит. Всё закрыто на ленточке. Очень красиво. Открываете. Там такой клатч. Всё идёт в мешочки. Вот мешочек. И, друзья, у меня выбрали цвет. Вы можете выбирать сами цвет и писать название. Ну, вы можете выбрать имя, вы можете выбрать просто какое-то прикольное слово, которое вам нравится. Вот они мне сделали такую сумку, косметичку, клатч. Не знаю. Такой коралловый цвет. Прям подходит под мои ногти. И здесь написано Лёнка. Лёнка – это я. Ну, прикольно. Мне очень нравится. Буду носить как клатч. Или буду... Что я люблю, что я буду носить. Вот прям вот с удовольствием. Это леопардовый принт. Я всегда любила леопард. Но очень сложно найти классный леопард. Вот у меня есть такое платье. Видели вы, наверное, его из видео. Это старое платье. Это, по-моему, Dolce & Gabbana коллекция. Ну, не по-моему, а точно. Оно очень старое. Это ему, наверное, лет шесть уже. Может быть, даже больше. Оно было с комбинашкой. Комбинашка всегда была у меня мала в груди. Я её отдала своей подружке. И поэтому я его ношу с комбинашкой со своей, которая мне подходит по размеру. И вот такое платье тоже леопардовое. Это марка Zimmermann. Это... Сейчас я вам покажу. Это австралийский бренд. По-моему, они хотели открываться в ЦУМе, в Москве. Ну, посмотрим. Честно говоря, я не уверена. У них очень красивые вещи. Очень такие женственные. Бывают шёлковые. С такими рюшками, оборками. Такое. Ну, прикольное. Давайте я одену вам это платье. И покажу. Вот такое леопардовое платье. Оно мне очень нравится. Я тут закручиваю вот так рукава. Ну, можно не закручивать. Это такое, как платье-рубашка. Очень лёгкое. И сзади у него такая... Покажу вам. Открытая спина. Вот так. Ну, идёт. А, крутое. Оно крутое. Его можно надеть и вечером. Я и днём хожу в нём с балетками, с какой-нибудь обычной сумочкой. Ну, то есть такое под настроение, под какой-нибудь красивый, сложный, тяжёлый аромат. Оно прям вот прибавляет такой уверенности. Ну, мне, по крайней мере. Вот такие у меня новинки и не новинки. О, ещё... Или ладно, это уже потом. Ещё у меня есть вот такой пиджак. Тоже, наверное, видели часто в моих видео. Это вот всё на тему анималистичных принтов. Анималистичных или... Ну, короче, животных. Я люблю шёлковые шарфы. Сейчас покажу у меня. Я храню их в сумке вот такой прозрачной. Чтобы просто не забывать. Они очень помятые. Даже не знаю, показывать вам их в таком виде или нет. Потому что я их постоянно ношу. Ну, например, из моих любимых, последних, вот этот шарф. Это такой розовый шарф. Очень красивый. Вот такой. Мне тут нравится, что здесь нарисовано, как будто ребёнок. Нарисовал вот так, заштриховал всё. Это... Кристиан Диор шарф, шёлк. Ну, красивый, красивый шарф. У меня много шарфов и дизайнерских, и недизайнерских. Я вообще не люблю вот это всё. Ну, там, если вещь дизайнерская, то вот это всё вау, это класс. Не, не пофиг. Если мне нравится вещь, хоть где я её куплю. Ну, вот как-то так. На хвост. Ну, вы видели, наверное, часто в моих видео. Поэтому, да, шарфов у меня много. Если будет интересно, я покажу отдельно. Поглажу их всех и красиво вам их покажу. На этом всё. С вами была Аленка Блок. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, без обид по поводу трендов. Если кто-то любит тренды, если кто-то следит за трендами. Девочки, ради бога. Просто, ну, я свою точку зрения на это сказала. Это вот... Почему нет? Всё. Всем пока. Пишите про ваши новинки. Пишите то, что вы будете носить весной. Ура! И опять поздравляю вас с весной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok